Так, друзья, всем привет! Вы на канале Холодная Ковка, меня зовут Максим. В сегодняшнем ролике вы увидите продолжение нашей поездки за станком профи 5. Ссылка на первую часть ролика будет вот здесь. Также, кому интересно, все не вошедшие моменты будут в ролике на втором канале. Также, друзья, на втором моем канале будут выходить ролики, не подходящие по тематике к основному каналу. Ролики про отопление, про печи, про самоделки, все это будет на втором моем канале. Ссылочка на второй канал будет в описании. Проходите, подписывайтесь. Вот сейчас произведем сравнительный анализ профи 4М и профи 5. В чем отличие? То есть, 4М получается 1 блок, на профи 5 2 блока. То есть, этот блок на 4М вы выбираете сами. Этих блоков у нас разновидности 10. Блок деморативного, мотор-редуктор, который выходит сразу в трубогиб. Товотница, о чем я говорил, не прошприцованный. Можно шприцевать в дальнейшем, но они сейчас все смазаны. Там внутри механизм рельсово-винтовой, как раз трубогиба, где прижимной ходит. Планетарный редуктор. Там постелька ползуна, видно-не видно ли, где ползун ходит. Усиление столешницы. Ну и, соответственно, блок замятия лапы. Обзор во всех деталях у нас будет. Электрику. Эту, конечно, во время транспортировки педаль находится в этой полочке. Ну все, можно копировать. Пожалуйста. Начинаю. Открываем свое производство. Итак, друзья, Profi 3F, эксклюзивный материал специально для вас. Только появилась новиночка у компании Profi. Только вот с пылу, с жару. И мы как раз попали на первую презентацию нового станка Profi 3F. Почему F? Нам спросили, почему F. Фактурная накатка профиля. Вот так вот выглядит станочек. Два декоративных блока. Один с классической гладкой прокаткой у канавкой. И второй с декоративной прокаткой с ромбиками. Так, вот, заготовки метровые. Прогоним. Двадцатка. Двадцатка. Тридцатка, так же и полторашка. Тридцатка даже? Да. Не ожидал. То есть можно две стороны, можно четыре стороны. Если вот тридцатка, это как бы направляет, как на стойке допустим. Сразу четыре стороны. Покупите, посмотрим. То есть не времядка используется, а как. В стойке на период, допустим, еще стоять. Да, она достаточно. Да, после покраски, после патинирования. А вот у стойки есть. Еще интереснее. Двадцать карто-против изготовлены. Ну вот, получается, тут что? Верхний блок, это вот блок проката. По принципу пятерки собраны. Так же, один ведущий вал, и видите, как придумывается. Нижний блок, то есть классическое продавливание, как на профи-3, один в один, без изменений. А верхний уже добавляется, да вот, нанесением фактуры. На 308 включений также блок пускателей. Мотор-редуктор также с цирковой передачей. Ну и дальше уже получается. Да, все то же самое. Повторюсь, что планетарный редуктор и блок эксцентриков. Марки стали, скоростя, все, принцип работы, все то же самое. Один, как на всех станках, все лепили. Ну, то только блоком они различаются. Да, по дополнительным блокам декоративного сдавливания. Да, да, все верно. Блок займается, опять же, без изменений. Остальное все один в один. Тридцатка, опять же, по тридцатку займять себе нету. То есть элементы, это просто как стойки. Тридцатка. Тридцатка. Так, а цена АТФ какая? Так. Профи-3. 170 в базовой комплектации. 1000. Профи-3. 200. Но комплектация также в базовой. 200 тысяч. Это на 380. На бакси возможно 200. Да, так же дороже на 9000. Ну и вот, сравнительный анализ. Относительно пятерки. Два станка. Профи-2F. С ручным принудом. И Профи-2M. Электромеханический. То есть по комплектациям они абсолютно одинаковые. То есть базовая комплектация. Пл-1, 2, 3. Оснастка для колец. Оснастка для изготовления шишек. И ТРСОР. То есть он и с ручным идет. И с электромеханическим 2M. Отличие от четверки-пятерки. У них нет трубогиба. Дальше. Профи-2M. Работает с платилями 15 и 20. Ну, у канавка на выборах. Либо у, либо бы. В основном предпочтение у канавки отдается. То есть одна пятнашка, одна двадцатка. Соответственно, за мягкой лапы тоже самое. Двадцатка плоскость, пятнашка плоскость. И нижняя одну универсальная. То есть тут гусиная лапа по пятнашку. И двадцатка по ребру. На ручном только пятнашка стоит, Рома. Больше вариантов никаких нет. У вас двадцатая нет уже. Нет. На ручном только декоративное сдавливание V-канавкой пятнашка. Замять лап по плоскости. И гусиное окно. То есть гусиным рубовидным окном нижнем. То есть на нем можно работать без декоративного сдавливания. Просто сразу лапу заминаете и накручиваете. Два слоя получается. Наружу окручиваете. Да, да, да. То есть два слоя металла. Ну это чисто так уже. Для любителей. Кто просто чисто для души и для себя. Да, все верно. Для семьи, для дома. Да, да, да. То комплектация у него. Как хобби. Комплектация богатая. То есть стоимость трассиона девять тысяч идет. А остаться для своих душек две пятьсот. То есть она идет базовой комплектацией. И в двоеме. И в двоеме. И в двоеме. В пятерке. Там базовая комплектация чуть поменьше. А так, опять же, на двоеме. Также мотор редуктор установлен. Если интересно, так и так же. Откроем, посмотрите. Марки Стали, Скоросяк. Все то же самое. А этот был отдельно покупатель? Нет, он базовая комплектация. Во всех станках. Во всех станках. Ну это особенность станков профи. То, что это ребро они. Да, работая по ребру. То есть и технический упор, и елочку. Так же все идет во всех станках. Два упора в базе. Ну эти все базовые лекала, соответственно, все одинаковые во всех станках. Открыть, посмотрите. Сейчас откроем. Открывать секреты. Открывайте все тогда уже, да? Все будем изучать. Ну и профи двое. Открывать, я думаю, не стоит. Там планетарный редуктор. Ну и блок. Соответственно, марки Стали. Здесь также. Сталь 9ХС. Там также все то же самое. Долговечная вещь не убиваемая, можно так сказать. Ну и стоимость профи двое с подключением на 380. Сто тридцать тысяч. Если на 220, да, мы на 220 подключены. То уже на 9ХС дороже. Сто тридцать девять. Профи двое с 83 тысяч рублей. Это базовая комплектация. Две колеи. Пятнадцатый, двадцатый. У канальки. Так же 145. Две шестеренные. Тот же самый анатолий редуктор. Полтора киловатт. Частотный преобразователь. Кланетарный метод. И блок. Тоже самое. Двадцатка. Петлашка. Плоскости. Универсальное окно нижнее. Пангусиную вапу. Для работы с куклой. С пятнадцатой трубкой. А валарины цельные, да? То есть они не наборные? Нет. Цельные. Ну все. Точно. Определились. Если что-то нужно будет в дальнейшем. То есть позвоните почтой. Так же транспорт мы можем отправить. Без проблем. Подписываем договор. И транспортную компанию отрозим. Поздравляем. Поздравляем вас. Поздравляем вас. Отмечения. Спасибо. Разблежать вас. Спасибо. Испехов вам.